20 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в регионе за прошедшие сутки. Один человек скончался. Среди вновь заболевших 15 жителей Нарьинмара. Трое жителей Оксина. Кроме того, зарегистрировано два привозных случая из Москвы и Санкт-Петербурга. Большую цифру вновь выявленных заболеваний глава регионального Роспотребнадзора объяснила отложенным эффектом. Когда жители региона, почувствовавшие недомогание в период недели выходных, решили отлежаться дома. Но не получилось. Крачу стали обращаться позднее, уже после выходных. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 265 человек. Еще у восьми пациентов коронавирус был подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 273 человека. Эту информацию на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса, которое прошло в режиме ВКС, озвучил представитель профильного департамента. По данным ведомства, стационарное лечение в Ненецкой окружной больнице получают 55 человек. 49 пациентов находятся в специализированном инфекционном отделении, 6 пациентов в специализированном реанимационном отделении. 11 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 34 пациента в состоянии средней степени тяжести, 5 пациентов в тяжелом, пятеро в крайне тяжелом состоянии. 30 пациентов находятся на кислородотерапии, 5 пациентов на искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение на дому получают 218 человек. Амбулаторные больные обеспечиваются бесплатными лекарствами. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1217 человек, как близко контактировавших с заболевшими. В сельских населенных пунктах на сегодняшний день отмечается рост ВОКСИНА заболевания. На сегодняшний день четверо вновь подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Ситуация находится под контролем и на сегодняшний день вводить в поселение режим карантина не требуется. В Ненинском автономном округе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Постепит контроль в аэропорту Наринмара на посадочных площадках Нижней Пёше, Оме и Ниси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемиологическим показаниям. Всего провакцинировано 63% населения. Стремимся к коллективному иммунитету, но пока недостаточно. На оперативном штабе также приняли решение об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Наринмаре усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, также в организациях торговли и сферы услуг, образования, культуры и спорта и иных местах массового скопления людей. Для контроля масочного режима в регионе создадут профильные межведомственные комиссии. На нарушителей масочного режима комиссии будут составлять административные протоколы в соответствии с Административным кодексом Российской Федерации за невыполнение правил во время режима повышенной готовности. Василий Хатанзейский, Алексей Орлов, Телеканал Север.